Прошло целое десятилетие с тех пор, как эти мальчишки и девчонки, будучи еще младенцами, удостоились почетного звания «Дитя мира». Критерием отбора была их общая дата рождения – 21 сентября, которая в международном календаре значится как «День мира». Представители фонда мира стараются поддерживать связь с ребятами, приглашают их на различные мероприятия и отслеживают их судьбу. Они пришли в этот мир уже миротворцами, потому что родились как бы в самый мирный день на планете Земля. Ну и эта форма работы себя очень, я бы сказала, оправдала. Мы не теряем связи с детьми, которые родились 21 сентября, ну и которым уже в этом году исполнилось 15 лет. Но мы по традиции стараемся в эти дни приглашать 10-летних детей, кому в этом году исполнилось 10 лет. В ходе встречи представители фонда мира пообщались с каждым из ребят, поинтересовались их успехами и планами на будущее. Кроме этого, поговорили о важности поддержания мира, о разрушительной силе войны и даже посмотрели фильм на данную тему. Мне кажется, что об этом очень важно говорить со взрослыми, с людьми, с детьми. Все, кто родился в День мира 21 сентября, должны быть рады этому, потому что не как бы дети мира. Я родилась не просто в День мира, я родилась в прекрасной стране, где много таких людей, как я, и это очень круто, потому что именно наша страна является самой классной и, на мой счет, лучшей. Мы очень рады, что нас пригласили на это мероприятие. Это было большим сюрпризом, неожиданным, приятным. Прошло ровно 10 лет, вот уже мальчишка вырос. Он нас очень любит исполнять патриотические песни. Мы с ним изучаем историю Великой Отечественной войны, для него это очень важно. И зная ужасы войны, мы всегда будем что делать? Хоронить мир. Встреча прошла в доброй и непринужденной обстановке. Все ее участники получили памятные сувениры и сладости. Самое главное, что ребята поняли, быть миротворцем – это очень важная миссия, и ее свет может нести каждый, независимо от места проживания, возраста, статуса и национальности. Ведь мирное небо над головой – это то, в чем, безусловно, нуждается каждый человек на планете Земля.